Привет! Разговоры об электрических автобусах или электробусах идет уже много лет, но пока еще ни один город мира не смог перейти на этот экологичный транспорт будущего, но попытки есть. Тестирование электробусов проходит одновременно во многих городах России, в том числе и в Санкт-Петербурге. В ходе испытаний оцениваются возможности использования подобных моделей, а также технико-экономические показатели эксплуатации, ведь очевидна выгода эксплуатации электробусов по сравнению с автобусом. Ну просто тупо экономим на топливе. Ну а экономическое сравнение с троллейбусом еще стоит хорошенько подсчитать, тут не все так очевидно. Кстати, еще в 1901 году был построен электрический омнибус разработки русского инженера-изобретателя Ипполита Романова, но проект электрических омнибусов потерпел неудачу, во многом из-за происков прямых конкурентов, многочисленных извоза промышленников, а также, к сожалению, отсутствие финансирования. Но вернемся в наше время. Что же такое электробус? Это автономная безрельсовая механическое транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров, движимое с помощью тягового электропривода, электрическая энергия для которого запасается и хранится на борту в накопителе. В качестве накопителя и одновременно источника электроэнергии для работы электробуса, в классическом варианте, используется тяговая аккумуляторная батарея TAB большой емкости, которая располагает в нишах под кузовом, в заднем отсеке и так далее. Ведущие колеса электробуса приводятся в движение тяговым электродвигателем или несколькими, которые посредством электрической системы управления соединены с батареей. В последнее время с развитием электротехнической промышленности и различными разработками в области тягового электропривода в качестве источника электроэнергии для электробусов предлагаются новые виды батарей ионисторы или так называемые супер конденсаторы, топливные элементы и так далее. Поэтому понятие электробуса как транспортного средства, работающего на аккумуляторных батареях, либо как аккумуляторного автобуса на сегодня становится неактуальным и устаревшим. При необходимости промежуточной подзарядки тяговой батареи или аварийного питания тягового электропривода на борту электробуса может устанавливаться генераторная установка небольшой мощности. Первый белорусский электробус Витовт по имени древнебелорусского элементарного князя совершил свои пробные заезды на разных маршрутах Петербурга. Электробус разработан и изготавливается на минском заводе Белтамунмаш. Эта машина прямо всем своим видом подтверждает название нашего ролика. Да, он выглядит действительно как транспорт будущего, благодаря своему футуристическому дизайну. Пассажироваместимость 90 человек с 29 местами для сидения. Оснащен пневмоподвеской для улучшения проходимости и обеспечения удобства при посадке высадки пассажиров с ограниченной мобильностью. Кузов выполнен из композитных материалов, которые не подвигаются к коррозии. Одной зарядки хватает на то, чтобы с полной загрузкой в реальных городских условиях проехать по маршруту 12 километров. Маловато, конечно, для протяженного городского маршрута, коими славится Петербург, но зато при разряде накопителей на 30 процентов на конечной станции можно выполнить подзарядку за 5-6 минут. Ваши смартфоны этому завидуют. Ближе к Новому году в Питер поступит сочлененная версия этого электробуса Vitoft Max Electro. Также сейчас проходит испытание электробуска МАЗ-6282. Это уже отечественная машина. Ранее опытный образец испытывался в Москве, но перед отправкой в Петербург был доработан. Салон рассчитан на 85 пассажиров. Электробус КАМАЗ-6282 имеет низкопольную конструкцию кузова, что соответствует современным требованиям к комфорту пассажиров, оснащен видеокамерами и спутниковой навигацией. Он заряжается также на конечной остановке маршрута на специально оборудованной станции. Накопленный за 6 минут энергии ему достаточно для преодоления пути в 100 километров. И это уже по сравнению с белорусской моделью видится более эффективным в условиях больших городских пробок. Ну а литий и титанатные аккумуляторные батареи должны прослужить 10 лет. В дополнение к ультробыстрой зарядке используется бортовое зарядное устройство, позволяющее заряжать накопитель от обычной трехфазной сети, так называемая ночная зарядка. Конечно, индустрия производства электробусов пока находится в зачастовом состоянии. Есть еще много проблем, и запас хода всего лишь одна из них. В настоящий момент нет единого стандарта по зарядным устройствам и их инфраструктуре. Каждая модель имеет свои типы зарядных устройств. И каждый раз, когда транспортное предприятие хочет протестировать новую модель электробуса, ему приходится подгонять под нее свои зарядные устройства. Производителям еще надо усовершенствовать и сами модели, и зарядные устройства. Сейчас этот вид транспорта вызывает удивление у пассажиров, и когда электробус подходит к остановке, то пассажиры не могут понять, что это автобус или троллейбус. И кондуктору приходится выбегать и сообщать, что троллейбус это троллейбус, садитесь. Производителям также еще предстоит создать долговечные, недорогие, подлежащей утилизации батареи. Конечно, многое зависит также и от властей, которые должны выработать четкую политику в отношении электротранспорта, которая позволит не отстать от зарубежных производителей, ведь те же самые китайцы активно работают в этом направлении. Но тем не менее, мы считаем, что электробусы это действительно транспорт будущего. Спасибо за просмотр, оставайтесь с нами, подписывайтесь на Техно и Нота и ставьте большой палец вверх, если понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok